Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как простить сильную обиду на семью мужа, если нет возможности её высказать, так как тебя презирают и ненавидят? И ты так остаёшься виноватый каждый раз, когда просто заговоришь с этими людьми, даже с помощью уже тебя в лицо о том, чего ты не делал. Как изгнать злобу, обиду, гнев и жить дальше? Мне кажется, несмотря на краткость, вопрос здесь довольно много затронут тем, автором, который пожелал в данном случае остаться не как бы известным, то есть вопрос анонимно задом. Вот, довольно много здесь затронутых вещей. Ну, во-первых, самый лучший способ сделать то, чем вы спрашиваете, это пойти на психотерапию, потому что в том положении, в котором вы оказались, вы оказались не случайно. Вот это целый конгломерат ваших решений, ваших действий, ваших позиций, вот, так скажем, и это всё не просто так, это всё не из ниоткуда, из ниоткуда взялось. Вот, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл вам этим заняться. Более того, необходимая семейная консультация. Почему? Потому что, если у вас есть обиды на семью мужа, то, скорее всего, скорее всего, у вас есть обиды и на него. То есть, это важно понимать, что у вас, что у вас могут быть обиды и на него тоже. Вот, если у вас есть обиды на него, то, соответственно, ну, какие отношения гармоничные вы сможете выставить? Никаких. Я надеюсь, это вы понимаете. Вот, поэтому, это вот несколько направлений, да? То есть, может быть, сначала мы учим, потом индивидуально, может быть, сначала индивидуально, потом... с мужем здесь решать, как бы, только вам. А дальше, значит, как простить сильную обидность семью мужа? Ну, на самом деле, не очень понятно, зачем мы начнем прощать, это во-первых. Во-вторых, хотите ли вы на самом деле простить? То есть, понимаете, если прощение не работает так вот по желанию. Человек либо может простить, ну, либо у него есть такая возможность, простить. Либо он не прощает. И всё. Ух ты... Собственно, с этим ничего не сделать, да? Ну, а если вы на самом деле хотите простить, то... с этим можно помочь. Для этого нужно принять этих людей. Чтобы принять кого-то, нужно принять себя. Судя по тому, что вы описываете, вы себя не принимаете. Вот вам и цепочка. Дальше. Если нет возможности её высказать, так как тебя презирает и ненавидит. Ну, во-первых, я не очень вижу связь между тем, что вас, например, презирают и ненавидят, да? С тем, что вы высказываете обидом. Вот. То есть, ну, вас могут презирать и ненавидят. Это правда тех людей, кто это делает. А вы можете высказывать то, что вот вам не нравится. А ты так останешься виноватой каждый раз, когда просто заговоришь с этими людьми. Ну, это я только превословно, что вы себя сами делаете виноватой. Ну, в смысле, допускаете только, если вот свою вину. Как мне кажется. То есть, я бы вот не сказал бы, что вас можно сделать виноватой, если вы сами себя не делаете виноватой. А, значит, так, как изнать злобу, обиду, гнев и жить дальше? Злоба, обида и гнев это не одно и то же. Знаете, ну, то есть, зло, злость это одно, ну, злость и гнев это одно, а обида это другое. Злость это про то, что люди вмешались в ваши личные границы, прошли слишком близко. Вот. Ну, может быть, здесь гнев подразумевается под яростью. Это когда человек, наоборот, хочет, чтобы его обняли, хочет, чтобы его как-то, ну, успокоили, скажем так. Вот. Вот. Это если мы говорим про гнев, например. А обиды это больше про ожидания. То есть, вы чего-то очень сильно, чего-то ожидали от семьи мужа. Вот. И здесь нужно столкнуться с тем, что ожидания не должны опробоваться. Вот. То есть, ожидания это не та история, вот, это не та штука вообще, которая может опробоваться. Вот. Поэтому работа с ожиданиями вам вполне вероятно крайне желательна. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работать над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощь. Вам она пригодится. Общаюсь. оль